Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство территории, развитие социальной сферы, организация розничной торговли и другие вопросы. Проблемы сразу нескольких сфер и направлений волнуют жителей трех микрорайонов – Финский, Богородский и Щелково-7. Встреча руководства района с жителями прошла в школьный номер 17. Если есть вопрос, должен найтись и ответ. Традиционные встречи с населением проходят и в различных поселениях района, и в микрорайонах города Щелково. Такой диалог позволяет оставаться в тесном контакте с жителями и порой на месте решать возникшие проблемы. Мы приезжаем для того, чтобы вас увидеть и услышать от вас те задачи, которые нам необходимо ставить в программу и исполнить на территории. Мы достаточно много уже поработали для того, чтобы сформировать именно тот набор программ, который позволит в микрорайону Щелково-7 дальше и вперед. Я думаю, что сегодня очередные вопросы и проблемы, которые волнуют вас, вы перед нами поставите. И, конечно, никому другому, как нам вместе с вами решать все наши проблемы. Традиционно немало внимания приковано к сфере жилищно-коммунального хозяйства. Например, для жителей Богородского остро стоит вопрос качества воды, поступающей в квартиры. Прежде эту проблему уже поднимали, тогда сделали промывку коммуникаций. Однако, по словам жителей, вода сегодня поступает мутная. Когда будет решена эта проблема с водой, то есть не так вот, чтобы к хвостам убить с точки зрения вина. Здесь почистить, там, по-моему, немножко хватит. А именно вот, чтобы на регулярной основе у нас была хорошая чистая вата. Мульти никогда не будет идти, когда труба будет в своем виду промываться. К сожалению, у ЩКС, так называемое, никакого отношения к водоснабжению не имела. Но по непонятным нам причинам приобрела все эти системы водоснабжения внутри Вашей Криво. Сейчас я еще раз хочу вернуться. Я сам, я сам вернусь через водоканал буквально завтра. Мы возбудились и через суд признали эти сети в муниципальную казну. После этого, вот, тогда будет все у вас, что у нас нет. Волнуют жители и развитие социальной сферы, в частности, здравоохранения. Нехватка врачей, причем не только в Щелковском районе, но и в Подмосковье в целом. Власти о проблеме знают, привлекают остро-дефицитных специалистов и реализуют меры поддержки для врачей, в том числе и тех, кто работает в первой районной больнице и поликлинике. Именно в этих учреждениях в основном и наблюдаются жители микрорайонов. Одну машину из депутатского фонда получила недавно и две машины сейчас получат. Для поездки участковых терапевтов и детских врачей по адресам. Это тоже большая проблема, мы эту проблему закроем обязательно. Русских специалистов сейчас стараемся привлекать все больше и больше, понимая, какой запрос у них. И в этом году, вы знаете, мы опять следующий дом сдаем. В этом доме 15 квартир экипируют, там, для врачей, дядочки, как я уже говорил, для полицейских, представляем квартиры для того, чтобы стабилизировать кадры. Также на встрече прозвучал вопрос организации движения автотранспорта при въезде в Щелково-Семе на центральной остановке. Припаркованные вдоль дороги автобусы вынуждают водители выезжать на встречную полосу движения и создавать аварийные ситуации. Помимо этого, вопросы, заданные на встрече, касались работы рынка, который размещен здесь же на центральной остановке и торговых павильонов. Алексей Валов поручил проверить, соблюдают ли организации санитарные нормы. Жители также интересовали темы дошкольного образования и досуга детей, организации, площадки для выгула собак и другие. Традиционно общение продолжилось и после официального завершения мероприятия. Также прием вопросов и жалобы осуществлялся в письменной форме. Я обратилась с вопросом по поводу выделения территории для выгула собак. В общем, проблема достаточно острая, загрязненность очень сильная в микрорайоне. Сказали, что проблема будет решаться. Обещали, что она практически решена уже эта проблема. Личные такие встречи нужны обязательно. То есть, по мере возможности, чтобы на одной личной встрече, условно говоря, были обсуждены какие-то проблемы, определенный район, например, Богородский, Финский, Щелково-7. А уже в рамках следующей встречи до населения уже в личном порядке, опять же, было доложено, что проблема устранена и жители либо подтвердили, что да, проблема устранена, либо сказали, что, знаете, к сожалению, есть еще нюансы, над которыми надо поработать. Дарья Заснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.